У нас уже как бы два арбитра находятся в первой группе. Первая группа это, я думаю, что в этом году они будут судить групповые, групповой этап Лиги Чемпионов. И, наверное, уже на весенней стадии будут судить, скорее всего, если поднимутся, то и стыковые матчи, плей-офф Лиги Чемпионов, Лиги Европы. Я думаю, что это первый шаг будет к Чемпионату Миру. Это Бойко и Ироновский. Насколько, скажем так, вот их путь, потому что у Жени как бы идет постепенно, он улучшает качество, у Сережи идет с перепадами. То есть одна игра неплохо, вторая с какой-то проблемой. И вот как они морально устойчиво пройдут осеннюю часть, я думаю, и, соответственно, потому что переходы делаются осенью и вызываются на сборы зимой арбитры FIFA. Переходы из группы в группу. И я надеюсь, что кто-то из них, а может и оба, а может по одному, перейдет в топ-группу, в первую группу, в премьер-группу, которая сможет их привести к финальной части Чемпионата Европы или мира. То есть на мир я как бы надеюсь однозначно. А Европа, ну, хватило бы времени. То есть это опять же зависит, кто-то быстро проходит, а кто-то медленно. Но я надеюсь, что будут наши арбитры. Это не только мое желание, я думаю, что это имидж Калины. Сегодня, учитывая, что он работает здесь, да, есть неоднозначное у людей мнение. Но никто не скажет, что он непрофессионал и непрофессионально относится к своему делу. Я имею в виду Калина. Поэтому в этом плане он сверхпрофессионал. И я думаю, что его имидж – это его работа. А его работа – это показатель арбитров на каком-то уровне. Ну, на высоком уровне. И сегодня как бы в этом есть преимущество наших арбитров, что если ты здесь себя показываешь, то есть шанс, учитывая такого куратора, попасть на чемпионат Европы и мира. Другого шанса, если он когда уйдет, наши арбитры это не используют, другого шанса может и не быть.